ТОП-10 профессий, где ИИ уже зарабатывает В будущем будет всё меньше работы, которую бы робот не сделал лучше людей, утверждает Илон Маск. С ним согласны технолидеры, топ-менеджеры, аналитики и миллионы людей по всему миру. Причём изменения, которые неизбежны, принесут не только гуманоидные роботы, которых мы часто представляем, думая о будущем. Более стремительная, но менее заметная революция уже произошла, и это революция искусственного интеллекта. Он ещё не достиг уровня сверхразума, но, что гораздо важнее для повседневной жизни и бизнеса, он стал доступным. И это позволяет использовать его не только для развлечений, но и для бизнеса. Смотрите ТОП-10 областей, где ИИ уже вовсю зарабатывает деньги и участвуйте в розыгрыше призов. Искусственный интеллект не только заменяет людей, но и помогает нам продвинуть свою работу и карьеру на новый уровень. Нейросетей не надо бояться, их надо осваивать. Хотите понять, как использовать ИИ для своего дела? Регистрируйтесь на бесплатный вебинар от Университета искусственного интеллекта, Prompt Engineer, специалист по нейросетям. На мероприятии вы узнаете, как заработать на свою мечту, разрабатывать нейросотрудников, например, нейропродажников или нейромаркетологов, для нужд любого бизнеса, создавать успешные AI-проекты и подчинять ИИ своим нуждам. Университет искусственного интеллекта – инновационное образовательное онлайн-учреждение, не имеющее аналогов. Там просто гигантская база контента по AI, а их обучение одобрено Академией РАН, РАНХИКС и ВИЗОРЛЭПС. А еще университет предлагает гарантированную стажировку и трудоустройство, прописанные в договоре. Студенты УИИ уже работают в Huawei, Dell, Amazon, ВТБ, Яндекс и Роскосмос. Вы тоже сможете претендовать на вакансии в таких компаниях после 9 месяцев обучения и создания дипломной работы при постоянной поддержке кураторов. Кому подойдет обучение? Всем! От программистов, маркетологов, юристов и менеджеров, до руководителей и предпринимателей, желающих всесторонне развивать свое дело. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар прямо сейчас и получите бонус для подписчиков нашего канала. Вебинар, чат GPT, создаем нейронку без единой строчки кода. Медперсонал. Медицина – область, в которой любая ошибка может привести к печальному исходу. В 2016 году университет Джона Хопкинса опубликовал исследование причин смертей в Америке. На третьем месте – врачебная ошибка. Выше только рак и сердечные заболевания. При этом больше всего ошибок связано с неправильным или несвоевременным диагнозом. У нас, кстати, таких проблем тоже хватает. Неудивительно, что как только ИИ достаточно поумнел, его стали использовать для диагностирования рака, анализа маммографии и рентгенов. Первые врачи массово стали пользоваться новыми технологиями во время пандемии. Тогда искусственный интеллект выявлял случаи заболевания COVID-19, анализируя рентген грудной клетки. Это помогло в сортировке анализов и существенно ускорило работу. Заменить врачей на роботов или ИИ полностью не получится, по крайней мере пока. А вот медсестер и санитаров – да. В начале 2023 года французская компания Inchant Tools представила роботов Miroki и Miroko, специально разработанных для использования в больницах. Роботы с острыми ушками и выразительными кошачьими мордочками способны перевозить тележки и переносить подносы. В будущем они обретут искусственный интеллект, который сделает их полноценными автономными помощниками в больнице с широким спектром задач. И таких роботов, ждущих скорого прорыва в искусственном интеллекте, чтобы лечить нас и ухаживать за пожилыми людьми, становится все больше. Переводчики. Ранее мы рассказывали, что чат GPT стал самым популярным среди пользователей. Появление такой нейросети стало толчком к роботизации на рабочих местах. Теперь компании отказываются от человеческого труда и поручают задания боту. Например, руководство технического блока Gizmodo уволило половину сотрудников, которые занимались наполнением испанской версии сайта. Вместо них использовали ИИ, который переводит статьи с английского. Последний громкий случай массовых увольнений связан с крупнейшим приложением по изучению языков – Duolingo. Бывшие сотрудники заявили, что всех переводчиков заменили нейросетью. Позже представители компании опровергли эту информацию, объяснив, что с некоторыми подчиненными закончился договор на работу. По этой причине люди и покинули компанию. При этом представители Duolingo не стали отрицать использование искусственного интеллекта в качестве переводчика. До случившегося компания сообщила о совместной работе с GPT-4. Основатель приложения для изучения языков Луис фон Ана восхищался нейросетью и часто упоминал о её плюсах для бизнеса. Но и само обучение языка может стать в будущем неактуально. Например, на выставке CS 2024 компания TimeCettle представила X1 Interpreter Hub – новаторское устройство, способное одновременно выполнять переводы на несколько языков. Разработчики называют его первой в мире многоязычной системой синхронного перевода. Помните вавилонскую рыбку из автостопом по галактике? Это почти она. Кстати, обзор на крупнейшую выставку роботов и технологий уже на нашем канале. Переходите по ссылке. Рабочие на фабрике и складе. Мы уже привыкли слышать в новостях о роботах, которые выполняют работу на опасных для человека производствах. Но все они запрограммированы на определенные действия, что ограничивает их применение. Однако, как мы подробно рассказывали в выпуске по ссылке в подсказке, вот-вот произойдет революция в обучении роботов, которая сделает их по-настоящему умными и универсальными. И как только это случится, сотни таких роботов, как TeslaBot и его китайские коллеги, которые появляются как грибы после дождя, выйдут на те участки, которые еще не были автоматизированы. Кстати, конкурент Optimus, робот от стартапа Figure, уже устроился на заводы BMW. Об этом мы, как вы догадываетесь, тоже рассказывали. В последнее время гуманоидные роботы быстро прогрессируют. Каждая компания стремится создать лучшую замену человека и опередить конкурентов. К чему приведет тотальная замена людей роботами, никто не знает. А что вы думаете по этому поводу? ИИ-клоны Знаменитости продают новую услугу – виртуальный двойник для съемок. Практически у каждого актера кино, спортсмена, инфлюенсера или даже модели OnlyFans есть цифровой клон, который выполняет скучную и долгую работу, например, участвует в рекламной съемке. Кроме этого, цифровые клоны могут, общаясь с поклонниками вместо звезд, тем самым приносить прибыль. Порнозвезда Райли Рид запустила в прошлом году специальный чат-бот-двойника, где каждый желающий может пообщаться с ней за 30 баксов в месяц. Вслед за этим появилась платформа клона AI с ИИ-ботами порнозвезд. Компания Мета, признанной экстремисткой организацией запрещена в России, недавно представила в бета-версии 28 умных ботов. Для создания 15 чат-ботов использовали внешность живых легенд шоу-бизнеса, таких как рэпер Snoop Dogg, модель Kendall Jenner и светская львица Paris Hilton. Каждый из таких звездных ботов имеет свою тематику и псевдоним, отличающийся от имени прототипа. Компания потратила более 6000 часов на обучение каждого бота, а самим знаменитостям заплатила от 1 до 5 миллионов за право пользования их диджитал-клонами. По прогнозам консалтинговой компании Elite Market Research, к 2031 году рынок виртуальных людей достигнет 440 миллиардов долларов. Брокеры Роль брокеров значительно изменилась в последние годы. Раньше им приходилось работать с большим объемом данных, прогнозировать тенденции на рынке с учетом всех рисков. Это забирало много времени. С появлением ИИ работа на Уолл-стрит ускорилась. Теперь есть большое количество платформ на базе искусственного интеллекта, которые быстро обрабатывают огромный объем данных, выявляя закономерности и тенденции. Это дает брокерам конкурентное преимущество. Например, платформа AlphaSense предоставляет пользователю информацию из огромного количества общедоступного и частного контента, включая отчеты компаний, новости и многое другое. Кроме того, она способна за несколько минут предоставить анализ рынка. В 2023 году AlphaSense стала лидером среди похожих программ. Компания успешно собрала 150 миллионов долларов от действующих инвесторов, а ее рыночная стоимость выросла с 1,7 миллиарда до 2,5. Друзья, сейчас на канале про роботов. В каждом видео мы разыгрываем небольшой приз от наших партнеров – компании «Цифровой рай». «Цифровой рай» – наши давние друзья, которые предоставляют лучшую цену и качество для аксессуаров мобильной электроники в розницу и оптом. Ссылки оставим в описании. Условия розыгрыша самые простые. Напишите в комментариях, какого робота считаете самым крутым в мире, и обоснуйте выбор одним предложением. Победителя выберем через неделю и объявим в видео на канале и нашем Телеграм. Турагенты. ИИ способен облегчить планирование путешествий. Согласно исследованию канадских маркетологов из Longwoods International, около третье население страны прибегает к помощи чат GPT для планирования отпуска. Специально для таких клиентов американская туристическая компания Expedia запустила диалоговое приложение на базе чат GPT. Оно сравнивает стоимость отелей, отслеживает цены на авиа- и железнодорожные билеты и помогает их забронировать. Крупные компании активно используют технологию ИИ, чтобы предлагать клиентам подходящие туры и оптимизировать процесс бронирования. В мае 2023 года индийская компания MakeMyTrip подписала соглашение с Microsoft о внедрении технологий генеративного ИИ, разработанного OpenAI. Благодаря этому с сервисом теперь можно общаться голосом как для бронирования, так и для получения персональных предложений и рекомендаций. Интересно, что после подписанного соглашения в начале этого года компания отчиталась о рекордных квартальных продажах. Общий объем бронирования достиг 2,1 миллиарда долларов, увеличившись на 22%. И это точно не случайное совпадение. Обслуживающий персонал Технологии меняют сферу обслуживания. Никого не удивишь роботами-курьерами, операторами или официантами. В пекинском ресторане Hydele Hot Pot посетители давно обслуживают роботы, а в Америке крупные сетевые рестораны, такие как Chipotle, только сейчас начали использовать роботизированные серверы и роботов-поваров для приготовления тортильей и доставки еды клиентам. Кроме того, Chipotle тестирует автосистему компании HeFen, которая использует так называемые умные дозаторы для добавления начинки в блюда. Кажется, мы совсем близко к тому моменту, когда сможем общаться с роботами как с людьми. Инженеры Национального центра робототехники и искусственного интеллекта в Великобритании представили робота 4Chart. Разработчики утверждают, что это первая система, которая сочетает в себе большую языковую модель и гуманоидного робота с анимированным лицом. Техника способна к вербальному и невербальному общению. Модель была создана специально для взаимодействия с людьми. Так, например, робот может выполнять работу соцработника и стать компаньоном для пожилых людей, а также оказывая помощь в повседневных задачах. Команда разработчиков продолжает тестировать 4Chart в качестве администратора у себя в центре. Они также рассматривают возможности использовать робота в музеях и на фестивалях. Графический дизайнер ИИ позволяет людям пробовать себя в творчестве и воплощать самые безумные идеи. Примерно в 2022-м пользователи начали активно осваивать такие нейросети, как MidJourney, StableDiffusion и далее. Тогда же новостная лента начала пестрить сообщениями о победах ИИ в творческих конкурсах. Один из нашумевших случаев произошел в Колорадо на конкурсе изящных искусств. Дизайнер Джейсон М. Аллен победил в номинации «Цифровое искусство» с картиной под названием «Театр космической оперы». Мужчина получил приз – 300 долларов. В соцсетях дизайнер решил поделиться эмоциями от победы и написал пост, где рассказал, что картина была сгенерирована при помощи MidJourney. Сразу же разгорелись споры о том, может ли искусство создаваться с помощью компьютера. Пользователи разделились. Кто-то негодовал и упрекал Джейсона в использовании ИИ. «Это отстой по той же причине, по которой мы не позволяем роботам участвовать в Олимпийских играх», написал один из пользователей Твиттер. Запрещенную соцсеть на территории России. Другие встали на защиту автора. К какой группе относитесь вы? Может ли дизайнер использовать ИИ как инструмент для творчества? Ассистент юриста. Более 10 тысяч юридических фирм и департаментов разных компаний пользуются ассистентом Case Text. Помощник, созданный на базе ИИ, помогает в оптимизации работы с документами и судебными делами, предлагает доступ к прецедентному праву, законам, постановлениям, а также мощной поисковой системе искусственного интеллекта под названием CARA. С ее помощью можно получить быстрый и точный ответ. Пользователь может создавать и систематизировать собственные папки исследований, комментировать документы и сотрудничать с коллегами. Смарт-ассистента назвали прорывом в юриспруденции. Кто же тот гений, который создал Case Text? Кого должны благодарить сотрудники судебно-правовой системы? Джейк Хеллер, юрист и основатель Case Text. Он знаком с работой изнутри, начал работать еще в студенческие годы. Вместе с карьерным ростом росло количество часов, которые он тратил у ноутбука. Иногда я сидел за компьютером до двух-трех ночи и пытался найти зацепку, которая могла сильно продвинуть дело. Например, судебную тяжбу с иском на миллиард долларов или процесс, в котором один прецедент мог решить, останется ли человек на свободе или угодит за решетку. Это была адовая работенка. Речь шла буквально о жизни и смерти, создании или разрушении чьей-то мечты, рассказывал он в интервью. В один из таких вечеров он взял телефон, чтобы заказать доставку еды. В тот момент в его голове появилась мысль. Нужно упростить работу, чтобы найти зацепку в деле было так же просто, как заказать еду. Так начался долгий путь длиной в 10 лет. От юридической библиотеки, смесью Википедии и Reddit, до виртуального юриста на базе ИИ. В 23-м медиакомпания Thomson Reuters приобрела кейс-текст за 650 миллионов долларов. Инфлюенсеры. Пугающая новость для блогеров и моделей. Теперь их легко можно заменить нейросетью. Видите эту девушку? Это испанская модель Айтана Лопес. У ее аккаунта в Инстаграм, запрещенная на территории России соцсеть, более 127 тысяч подписчиков. Фолловеры отмечают красоту девушки. Идеальные черты лица, пухлые губы. Есть у нее изюминка, отличающая от конкуренток. Это не настоящий человек. Ее сгенерировал ИИ. По данным барселонского дизайнерского агентства, которое создало и поддерживает ее в работе, в месяц ИИ модель зарабатывает до 10 тысяч евро. Около 11 тысяч долларов. За год девушка способна заработать более 100 тысяч. Возможно, что с такими темпами она скоро обгонит одну из самых высокооплачиваемых моделей – Кэндал Дженнер. Модельное агентство The Clueless утверждает, что такие модели надежнее и с ними легко работать. Мода стремится к роботизации. Уже сейчас некоторые бренды понимают это и склоняются к моделям, созданным с помощью ИИ, из-за эффективности в сокращении затраты времени. Заявили в интервью соучредители The Clueless, Рубен Круз и Диана Нунес. Правда, пока рано полностью полагаться на ИИ. Нейросеть еще способна допускать ошибки, галлюцинировать, а иногда ленится и отказывается выполнять задачу. Чаще всего это случается, когда искусственный интеллект сталкивается с неоднозначными запросами или темами, нарушающими установленные разработчиками ограничения. Будь то подготовка медицинских заключений или написание фейковых комментариев в интернете. Как считаете, сколько еще осталось до полной роботизации? Или же роботы так и останутся лишь помощниками в работе? Субтитры сделал DimaTorzok